всем добрый день вы на канале вязание тангелина и зимок сегодня у нас такая замечательная тема кокетка кокетка реглан как мы все с вами любим и узорчик то очень симпатичный с ним недавно вязали пончо мне так это понравилась идея узор что я решила связать и кофточку тем более что кокетку реглан мы любим все вязание простенькая и сам реглан достаточно красиво смотрится мне это понравилось я решила такую кофточку связать смотрим и вяжем сегодня мы с вами будем вязать кокетку кокетку очень интересным узорчиком я как-то говорила что вязала пончо мне очень понравился узор и по я предлагаю таким же точно таким же узорчик а вот мы с вами провязывали узор по центру и по спинке а теперь мы такие сдвоенные узоры свяжем четыре раза там где у нас будет проходить реглан набираем первоначально вот такие петельки как мы их набираем я показывала много раз могу показать еще раз мы берем просто-напросто любую пряжу я уже показываю принцип не обязательно вязать той пряжи которые 1 2 3 4 воздушные петли и столбик с накидом самую первую воздушную петельку это у нас будет одно колечко 1 2 3 4 накид и в первую петельку столбик с одним накидом такая первоначальная цепочка должна получиться я набрала 40 по вырезу своей головины я не люблю слишком большой вырез декольте да я люблю чтобы это было поуже поэтому вот такой у нас должен получиться рисунок 40 40 это 11 спинка 11 перед 7 рукав 7 рукав и еще по одному колечку оставляем на реглан 4 соответственно стороны реглана всего 40 если вы сомневаетесь что неправильно набрали направили набрали неправильно посчитать просто-напросто не замыкайте круг наберите больше потом поставьте будет я набрала 7 колечек 8 поставила маркер это у меня будет рукав 11 колечек в 12 маркер 7 колечек 8 маркер 11 колечек в 12 маркер вот таким образом мы набираем абсолютно нужно хорошенько выровнять то есть все-все-все колечки чтобы смотрели в одну сторону если вы уверены в подсчете замыкаем круг если не уверены в подсчете можно начать узор а замкнуть потом начинаю вязание таким образом могу не замыкать чтобы потом показать как в центре оказываемся раз два три четыре пять шесть и в колечко столбик с одним накидом вот такая галочка раз два три пропускаем одно колечко внизу воздушные петельки вверху столбики следующее колечко вяжем пять столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 раз два три воздушные петельки одно колечко пропускаем вяжем галочку столбик с накидом 1 2 3 столбик с накидом как в самом начале вот такой у нас узорчик будет он будет повторяться его сложно не запомнить 1 2 3 воздушные петельки либо мы вяжем галочку либо мы вяжем пропускаем первый рядочек я провязала смойте провязали уголок пропустили пять столбиков пропустили уголок пропустили 5 столбиков пропустили уголок и маркер маркер стоит там стоит маркер мы вяжем два уголочка столбик 3 воздушные петли 100 точно так же мы распределяем узор это мы провязали с вами рукав допустим перед рукав там где у нас маркеры стоят по узору да там не у нас стоят маркеры мы вяжем 2 уголочка довязываем до конца что мы получаем если не хватило вот здесь у нас и . есть если вам не хватило петель от колечек подвязываем сюда ниточку и довязываем наши колечки вот они а есть их больше стало чем нужно то просто-напросто ниточку можно отрезать вот на этом этапе смотрите я провязываю 1 2 3 теперь уже когда точно выверена мы провязали первый раз все сошлось реглан все здорово тогда только мы выравниваем все вязание и нам нужно еще провязать вот в этот уголочек самый самый наш первый сама наше первое колечко нужно еще провязать уголок столбик 1 2 3 и столбик вот так у нас должно получиться два столбика внизу просто-напросто мы ниточку подвяжем и все и у нас будет вязание по кругу идем дальше под подвязали соединили теперь наша задача такая у нас есть встречу воздушную петельку мы так соединимся и и начинаем вязать вот сюда вяжем раз два три и вяжем узор 2 три четыре пять шесть семь семь столбиков раз два три три воздушные петельки они все время идут между узорчиком 3 воздушные петли легко запомнить там где у нас с вами 5 столбиков мы один столбик пропускаем а рельеф на вот такой красивый рельефный лицевой вяжем три штучки 1 2 3 3 воздушные петли 1 2 3 и вяжем в галочку 7 столбиков опять провязываем там где было 5 столбиков провязываем 3 рельефных провязала получается этот у нас рукав он более короткий 7 столбиков 37 столбиков 3 и подошла к маркеру там где маркер мы вяжем 7 столбиков 7 столбиков в одно и 7 столбиков и другое окошко 3 4 5 6 и 7 и точно так же не не делая никаких переходов следующего окошко вяжем также 7 столбиков и продолжаем вязание там где маркеры мы вяжем сдвоенные 7 столбиков в остальные места мы вяжем просто 7 столбиков 1 2 3 6 7 между узорчиками у нас будет 3 воздушные петельки это легко запомнить рельефный столбик у нас будет всегда рельефными красивыми столбиками будем вязать наш узорчик вяжем так весь . получается вот такой второй рядочек мы довязываем реглан 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 внизу ниточку подвязала мы с вами реглан довязываем вот наши три рельефных столбика 3 воздушные петельки и помните у нас есть оставалась галочка самом начале мы и вот здесь подвязали и мы ее также провязываем 7 столбиков так 12 быстренько провяжу 34567 провязали соединили с теми семью столбиками которые у нас уже есть теперь наша задача эти же 7 столбиков идти и вторым воздушную петельку делали провязать рельефными что мы делаем мы их вяжем просто вот как есть по факту 7 столбиков вяжем 7 рельефных столбиков вывязываем красоту согласитесь рельефные столбики именно в этом узоре придают изюминку просто столбики так выразительно не смотрятся а рельефные у нас это почете 73 воздушные петли как пыли они у нас так и остаются там где у нас три столбика мы вяжем только центральный один то есть мы уменьшаем узорчик а тут у у нас самая красота 3 воздушные петли 1 2 3 и 7 рельефных столбиков то есть идет чередование один столбик и 7 вяжем рядочек довязываем еще один рядочек мы с вами связали раз два три три рядочка и теперь присоединяемся начинаем вязание все самого начала три же дочка провязали оказались в центре в центре вот здесь между столбиками вяжем раз два три 4 5 6 и столбик с одним накидом вяжем галочку как вязали 123 и вот смотрите отступив вот у нас раз два три 4 5 6 7 столбиков один наступили вяжем 1 2 3 4 и 5 то есть в том месте где у нас с вами реглан года у нас идет расширение мы будем вязать галочку и 5 столбиков 1 2 3 воздушные петли там где у нас один столбик мы вяжем галочку у нас узор шахматном порядке раз-два-три продолжается вяжем те же три рядачика которую мы вязали в самом начале мы вязали 5 столбиков галочка 1 2 3 5 столбиков один не вяжем пропускаем вяжем 5 столбиков 123 и за счет того что в линии реглана мы увеличиваем с вами наши красивые узорчики идет увеличение раз-два-три а узор мы его уже вязали там где один столбик вяжем галочку раз-два-три там где 7 столбиков вяжем 5 вяжем 5 3 1 у нас два раза по 75 ты один все точно такой же узорчик мы с вами вяжем довязываем до реглана до реглана и один два три один столбик пропускаем вяжем пять столбиков это рельефные столбики с одним накидом они поэтому так красиво и смотрится мы вяжем по кругу не поворотными рядами просто по кругу пять столбиков раз два три один столбик остается между крючок вкалываем раз-два-три между столбиками провязываем такую галочку и еще одну это идет увеличение у нас один два три в это же место вкалывание вкалываем получаем два треугольничка раз вот и провязываем 5 столбиков то есть там где у нас стоит маркер мы провязываем два треугольничка и два узора вот получается как вот наши треугольнички в самом первом ряду были второй третий ряд еще треугольнички то есть раппорт узора 3 рядочка потом все повторяется просто жахватном порядке попробуем повязать повязать на если что-то непонятно еще раз этот узор я уже его вязала пончо смотрим там и этот узор я думаю достаточно простенький он получится абсолютно у всех точно также вяжем все остальное я провязала буквально немножко и моя кокетка готова как понять что кокетка готова вы измеряете от вот так складывать в четыре раза два раза от одного до второго угла то есть у нас реглан складывается в уголочке и измеряете объем если объем готов для вашего тела по объему тела до измеряем кокетка готова и еще один параметр это ширина пройма то есть тоже измеряем пройму если она уже хорошо можно всегда померить до кофточку и кокетка готова еще имейте ввиду что мы будем следующем мастер-классе вязать росток и пройма увеличится мы будем вязать 3 рядочка основного узора на росток у нас такая кокетка получится поэтому меня многие спрашивают на какой размер сколько набрать горловину горловина у нас практически у всех взрослых людей она одинаковая поэтому я всегда набираю и показываю принцип на любой размер на любой размер подойдет тот набор который я набираю потому что голова буквально на 12 метра отличается не больше и поэтому если вы решите вязать набираете абсолютно то количество которое набирала я начинаю вязать и здесь уже по объему вы вяжете кокетку больше длиннее шире или наоборот меньше как поем случае и кокетка готова надеюсь она вам подать иди это очень интересно смотрится достаточно симпатично согласитесь огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца кокетку мы связали кофточку я сначала думала что буду продолжать таким же узором но пришла другая идея я и хочу немножечко изменить поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки чтобы не потерять следующий выпуск в следующем видео мы будем вязать росток и тело кофточки может быть не кофточки жилета тут уже идей много как можно обвязать сделать рукавчик пожалуйста всегда можно сделать не часто спрашивают как смотрите вот наша пройма вот узорчик просто продолжите узор и все не нужно слишком там что-то много думать у нас есть узор уже просто подвязываем резиночку в пройме чтобы не видно было подмышкой и вяжем точно такой же узор как у нас есть это очень просто главное не бойтесь поэтому приглашаю всех на следующий видео мастер-класс до новых встреч